У меня следующий вопрос. Болезненных и ключевых проблем, с которыми сталкиваются наши земляки, это нарушения в области жилищно-коммунальной деятельности, называемые фальшивые собрания жильцов. В результате накладываются дополнительные сборы за домофоны, за проведение праздников жильцов, видеонаблюдения, капитальные текущие ремонты. В общем, очень болезненная тема для жителей нашего Красноярского края. Я специально запрашивал информацию в Краевой прокуратуре. Ежегодно возбуждаются уголовные дела, от 20 до 40 и больше в год уголовных дел. Но, к сожалению, обвинительными... Понятно, что эта полномочия, что называется, на стыке нескольких ведомств, в том числе и нашего краевого стройнадзора. Я считаю его работу проваленной, уже давно требующих оргвыводов, но все-таки в данных случаях ведения и передачи в органы суда шляется не стройнадзором, а органами правопорядка внутренних дел. Что будет сделано и будет сделано по этому направлению, может быть, уже в качестве даже не вопроса, а предложения. Может быть, пора действительно создать или специализированное подразделение, или в рамках существующих подразделений отдельно выделить эту работу. Она действительно требует специальных знаний и навыков, и, соответственно, максимально решать эти проблемы. Спасибо, Владислав Валерьевич, за заданный вопрос. На самом деле вопрос достаточно актуальный. Вы здесь совершенно правы, что декриминализация или криминализация в данной сфере достаточно высока. Сегодня 72 таких материала находятся в расследовании следственных подразделений. По вопросам направления дел в суд, безусловно, требует соответствующая активизация, и не только со стороны соответствующего ведомственного контроля, но и надзора. Мы говорим о степень соответствующей проблемы, в том числе путем обращения граждан в наши инстанции. Я со своей стороны гарантирую, что данное направление деятельности будет взят связано с созданием соответствующего специализированного подразделения, по крайней мере, обучения таких сотрудников, где требуется соответствующая квалификация. И, надеюсь, с объем, так сказать, и волну недогований, и соответствующих проблемных вопросов, которые... Спасибо. Анатолий Петрович, пожалуйста. Уважаемый Александр Георгиевич, спасибо за... ...поблагодарить вашим лицам Главного управления МВД за активное участие в нашей нормотворческой деятельности, в том числе и с Комитетом по безопасности и защите прав граждан. Вы очень полно и правильно рассказывали о профилактике деятельности несовершеннолетних в различных деструктивных структурах, в том числе в событиях 23 и 31 января. И вопрос следующий. На ваш взгляд, удовлетворены ли вы взаимодействием с органами, соответствующими органами нашей краевой исполнительной власти в этой части по профилактике, тем более, что попытки и действия по вовлечению несовершеннолетних в эти акции, безусловно, на мой взгляд, будут продолжены, о чем инициаторы, в том числе и за рубежа, постоянно об этом заявляют. Как вы видите, все-таки, что нужно сделать для того, чтобы снизить активность этих деструктивных элементов? Спасибо. Если сказать кратко, нужно не опускать руки. Сегодня мы знаем, что делать, знают, что делать власти. Самое главное, добросовестно и профессионально относиться к тем решениям, которые приняты на различных площадках. У нас достаточно сегодня грамотных, компетентных людей, которые осуществляют в том числе профилактические мероприятия и в Министерстве образования, и в правительстве края, да и на местах. Основная задача сегодня – те мероприятия, которые намечены, спланированы, системно, самое главное, и профессионально осуществлять на местах. Есть, безусловно, проблемы. Мы неоднократно эти проблемы поднимаем на различных площадках, используя возможности, в том числе и так называемых комиссий и координационных совещаний, где рассматриваются данные моменты с приглашением должностных лиц, с отчетом этих должностных лиц. Но сегодня самое главное, подчеркиваю, не опустить руки и двигаться на то, что для нас, собственно говоря, понятно. Спасибо. Алексей Викторович, пожалуйста. Александр Георгиевич, я бы хотел обратиться к проблеме обращения с безнадзорными животными, а точнее с той части, в которой они угрожают безопасности граждан. Известно, что законодательное собрание и исполнительная власть своими решениями устанавливают контроль за размером популяции, за потенциальной агрессивностью животных. Но в моменте, когда агрессивные животные угрожают здоровью и безопасности граждан, эта проблема не решена и не может быть решена, с моей точки зрения, действиями исполнительной власти. Мне представляется верным, чтобы эту функцию брали на себя органов правопорядка, обеспечивая в моменте безопасности граждан. Но из тех обращений, которые есть у меня, следует, что, например, органы полиции города Железногорска, получив звонок об угрожающем состоянии в этой части, они просто пересылают этот звонок в администрацию, что не решает проблему граждан и создает у граждан ощущение своей незащищенности. Хотел бы услышать Вашу позицию по этому поводу и, может быть, что-то уже было выполнено в 2020 году. Спасибо. Да, достаточно актуальный вопрос. Мы, как и народные депутаты, то же самое фиксируем в этом направлении определенные проблемы. Проблемы не только связаны с жалобами граждан, но и их оперативного реагирования. Безусловно, сегодня мы понимаем, где наиболее количество обращений граждан в дежурной части, а каждый такой факт, хочу сказать, что является предметом доследственной проверки. Если мы видим признаки правонарушения, предусмотренных административным кодексом, либо связанные с признаками преступлений, как жестокое обращение с гражданами, выезжает следственно-оперативная группа и документирует соответствующие правонарушения. Мы очень оперативно реагируем, в том числе с принятием превентивных мер по передислокации личного состава. Там, где наиболее... ...вкусы граждан, где наиболее, так сказать, людьми, соответствующие безхозные собаки, мы приближаем туда наряды и, естественно, реагируем путем соответствующего либо применения оружия, если есть основания, в соответствии с законом о полиции, когда речь идет о реальной угрозе жизни и здоровью граждан, либо... ...и, естественно, очень активно взаимодействуем с органами... ...компетентным органом, в первую очередь... ...что касается случая... ...неизвестно, и в этом направлении я призываю всех народных депутатов... ...реагировать путем депутатских запросов, телефонных звонков и ориентировать население на соответствующие звонки телефон доверия, расположенные в дежурной части ГУВД, а также на иные средства коммуникации дежурных частей территориальных органов внутренних дел. Если мы будем своевременно получать соответствующую информацию, тогда будет меньше фактов, укусов населения и так далее. Спасибо. Александр Леонидович, пожалуйста. Спасибо. Александр Георгиевич, спасибо большое за информацию, за вашу работу, в вашем лице, действительно, всем работникам, сотрудникам, тем, кто носит форму и охраняет нашу жизнь. Я хотел бы, наверное, не вопрос, а пожелание. Мне очень важно, это детская преступность, детская, юношеская преступность. Безусловно, у вас отражено и профилактические мероприятия такого характера. Я думаю, что над этим серьезно задумываясь, надо все-таки увеличивать финансирование на те темы и направления, которые упущены в воспитании детей. И от вас зависит эта инициатива, взаимодействие с краевым парламентом, выделение средств. Я думаю, что все сидящие здесь поддержат эту тему. Значит, преступность сегодня, упущенный период времени, связанность, перестройка. Безусловно, надо переламывать, и чтобы дети у нас в этой группе находились как можно меньше. Спасибо. Хорошо. Соответствующее предложение мы сформулируем и, безусловно, представим в парламент. Спасибо. Илья Александрович, пожалуйста. Спасибо большое. Александр Георгиевич, во-первых, спасибо большое за совместную работу и за то, что вы и ваши сотрудники всегда готовы откликнуться. Я хотел бы обратить внимание не на очень масштабную, но тем не менее очень острую проблему, которая стоит в обществе, особенно в городе Красноярске. Это деятельность псевдо-юристов, которые предлагают за невероятные деньги людям, якобы юридически надели информационные услуги по пересмотру пенсий. Причем людей вводят в состояние, когда им говорят, что их пенсия увеличится в три раза, что они получат перерасчет за три года чуть ли не полмиллиона рублей. Люди в силу собственной не совсем грамотности и отсутствии привычки читать договор, который они подписывают, к сожалению, на такие вещи идут. Некоторые из них, более того, обращаются за микрозаймами, закладывают собственные имущества, чтобы эти услуги платить. Понятно, что с точки зрения общего подхода это некачественное оказание услуг, и они имеют право обратиться в Роспотребнадзор, но тем не менее, есть ли возможность внимательнее и пристальнее посмотреть на эти услуги для самых незащищенных слоев населения. Спасибо. Спасибо за вопрос. Это в качестве предложения. Мои помощники, которые сегодня находятся здесь в зале, тщательно все вопросы конспектируют. Безусловно, это будет установлен соответствующий контроль. Каждое рассмотрение в ближайшее время посмотрю и примем его внимание. Александр Георгиевич, спасибо за доклад. Я хотел бы обратиться к теме, мы с вами ее обсуждали, вы в своем докладе ее коснулись. Президент соответствующую задачу поставил о противодействии алкоголизации населения. Но я хотел не про вытрезвители, а вот к той цифре обратиться, которую вы упомянули, на 3% сокращение в прошлом году числа пьяных преступлений. У нас довольно бурные дискуссии были здесь в парламенте. Мы принимали решение, ограничивали время продажи алкоголя, потом опять же возвращали старый привычный порядок. Вопрос, вот эти 3% сокращения преступности, вы связываете именно с этим периодом ограничений или это какие-то другие тенденции, которые привели к такому результату? Спасибо. Очень актуальный вопрос, Сергей Александрович. Мы на протяжении последних, наверное, 4 года последовательно ведем соответствующие дискуссии, в том числе с парламентом, надо или не надо нам ограничивать и вводить соответствующие меры ограничительного характера. Статистика, безусловно, вещь упрямая. Мы основываемся в конкретных районах, городах Красноярского края и в соответствующих местах. Мы в том числе ориентируемся на общественное мнение, на поддержку общественных институтов и... Надо признать, не все нас поддерживают, это очевидно, но мы видим в том числе и очень серьезное лобби, которое не дает принять соответствующий законопроект. Поэтому мы будем, еще раз подчеркиваю, последовательно, поэтапно приходить к этим решениям, убеждать общество, убеждать парламент и, естественно, правительство края для принятия соответствующих решений может быть в локальных точках, конкретных районах Красноярского края, при этом основываясь на опыте, которые уже... ...в отдельных субъектах Российской Федерации, мы в своих письмах это обозначали, предлагали изучить действующее положение. И самое главное, несет серьезно оздоравливающий эффект принятые меры. Поэтому глубоко убежден, что не только область правоохранительной направленности здесь важна, но здесь важна совокупность всех решений, в том числе законодательной, исполнительной и других ветвей власти решения. – Спасибо. Маргенович, вы хотели, пожалуйста. – Уважаемый Александр Георгиевич, хороший доклад, хорошая работа. Я не голословен здесь. За прошлый год получил гораздо меньше жалоб на ваших сотрудников от жителей края, чем в 2019 году, причем и в процентном, и в абсолютном выражении. У меня вопрос касается города Красноярска. Город растет, развивается, миллионник, становится красивее с каждым месяцем, с каждым годом. Но вот места принудительного содержания у нас остаются зачастую на уровне 70-х, 80-х годов. Хотел бы у вас спросить, есть ли какие-то перспективы строительства в правобережье Красноярска, нового ИВС, и какую помощь здесь могут оказать и город, и край в этом вопросе. Спасибо. – Спасибо большое. Нас и как правозащитная организация то же самое беспокоит содержание граждан, поскольку есть, подчеркиваю, и обоснованные претензии к деятельности самих сотрудников в полиции и вопросам несодержания. Нами разработан соответствующий план, еще в прошлом году направлен в Министерство внутренних дел на пять лет, где перспективные объекты строительства включены в том числе. Запланировано в ближайшие пятилетки соответствующее решение на проектно-смертную документацию, естественно, подбор соответствующего участка и так далее, и так далее. Это что касается города Красноярска. У нас очень серьезная проблема такая аналогичного характера и в городе Норильске. Вы знаете все эти уголовные дела, где нам предъявлены претензии уже со стороны судебных инстанций за ненадлежащую организацию работы строительства и изолятора временного содержания граждан в городе Норильске. На сегодняшний день согласована проектно-смертная документация. Мы будем в том числе изучать вопрос по его строительству до 2022 года, где как раз и центр временного содержания граждан и ИВС будет совмещено в одном помещении с соответствующими, естественно, условиями, инфраструктурой, контролем и так далее. Эта работа, еще раз подчеркиваю, достаточно трудоемкая и непростая. Сегодня на территории Красноярского края проблемные вопросы содержания граждан, в том числе и в территориальных органов внутренних дел имеются, поскольку это наследство Советского Союза и быстро за один год и даже несколько лет эту проблему решить невозможно. Но я вас уверяю, что максимальное количество денежных средств, которые положены по соответствующим ассигнованиям, нами вносится в министерство и мы последовательно создаем условия для того, чтобы люди содержались в соответствующих надлежащих условиях, снижая градус напряженности со стороны граждан. Спасибо. Елена Георгиевна, пожалуйста. Александр Георгиевич, одним из резонансов, известно, что оно включает в себя несколько направлений. Какие из преступлений вы считаете уже доказанными и какой статус у остальных? Да, уважаемые коллеги, это действительно вопрос, который сегодня входит не только в повестку общественного мнения на территории Красноярского края, но и федеральную повестку. Да, сегодня, если это можно так сказать, закончено расследованием уголовное дело по убийству в 1994 году предпринимателя Наумова и Войтенко. Материалы все находятся на рассмотрении в Свердловском суде. Полагаю, в ближайшее время уже решение будет соответствующее начале процедуры судебного рассмотрения начато. Кроме этого, и это еще не все, в производстве Главного Следственного управления, Следственного комитета по Красноярскому краю находятся уголовные дела, которые расследуются по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Материалы были собраны совместно с Федеральной службы безопасности Красноярского края прокуратурой, еще раз подчеркиваю, находятся в производстве. Это и очередной эпизод убийства, это и укрытие налогов в сумме 78 миллионов, это и организация преступного сообщества. Подчеркиваю, эти материалы все находятся на особом контроле и находятся в особом статусе. Поэтому полагаю, что в ближайшее время следствие сможет объявить о соответствующих результатах, а суд поставит точку, по крайней мере, по первому эпизоду. Вопрос короткий. Насколько сегодня укомплектован штат сотрудниками оперативными уполномоченными и как вы оцениваете в целом работу этого подразделения, в адрес которого звучат именно претензии в несвоевременной реакции на поступившее заявление граждан? Спасибо. Да, вопрос очень актуальный. На сегодняшний день некомплект в органах внутренних дел ГУВД Красноярского края составляет 6,2%. Это рабочая цифра, скажу откровенно, и она гораздо ниже, чем других субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, актуальность проблемы комплектования вообще личного состава весьма велико, в особенности районах Крайнего Севера. Например, в Ивенкии у нас некомплект достигает в отдельных случаях до 20%. И, конечно, служба участковых уполномоченных в этом направлении несет значительную нагрузку за счет отсутствия личного состава. Сегодня 1202 человека, которые по штату положено полиции по должности участкового уполномоченного полиции. В подавляющем большинстве, если говорить абсолютную цифру, это 470 чем-то человек сельской местности. Более того, мы видим, что трудности по их комплектованию сельской местности. При этом, есть разные моменты, которые позволят повысить мотивацию соответствующих должностных лиц для привлечения их назначения на должность. Один из таких моментов, я уже сказал, правительство сегодня реализует в рамках программы профилактики строительство так называемых модульных домиков в населенных пунктах, как раз в отдаленных районах Красноярского края. Это в Шариповском, в Манском районе, в Шушенском и так далее. В ближайшее время два домика таких заканчиваются своим строительством и, полагаю, в торжественной обстановке мы перережем ленточку. Эти модульные домики с выделением земельных участков, с выделением транспортных средств и в том числе помещений для нормального проживания для сотрудника полиции ложится на плечи правительства края при взаимодействии с МВД Красноярского края. Безусловно, это один из вопросов, который ляжет в основу повышения и мотивации, и авторитета соответствующей службы. Кроме этого, безусловно, мы имеем на вооружении несколько так называемых форм и методов работы, когда личный состав, именно участковые полномочия поощряются за раскрытие тяжких, особо тяжких преступлений у себя на административных участках. И много других мероприятий, которые сегодня направлены как раз на повышение престижа службы сотрудников службы участковых уполномоченных. – Спасибо. Коллеги, у нас еще есть несколько микрофонов. Я прошу максимально кратко задавать свои вопросы. Будем потихонечку завершать. Денис Геннадьевич, пожалуйста, от ЛДПР. Прошу. – От лица всей фракции мы благодарим вас и личный состав за хорошую работу. Пожелания-то можно дать и вопросы задать. А вот рецепт никто не может здесь дать. Значит, я что хотел сказать. Вот здесь уполномоченный задал вопрос по ИВС. Ну, построим новенький ИВС и что дальше? Наполнять их будем дальше? Ну, 350 человек задержали. Но комплексный подход-то работы с молодежью у нас кто осуществляет в крае? Вы знаете чиновника ответственного? А в крае кто? Фамилию мне назовите? Знает кто? А где Антонов? Здесь Антонов? Нет Антонова. Так вот такая у нас, такая работа у нас происходит с молодежью. Понимаете? А это надо не забывать. Когда мы задерживаем человека, согласен, бороться надо. В первую очередь с зачинщиками, кто это все поджигает. Ну, задержали, привезли. А про здоровье подумали? Это же удар по здоровью тоже. Наш активист ЛДПР вышел к администрации города с плакатом о прямых выборах. Сразу же немедленно скрутили и увезли. Ну, чего хорошего? Каком это все? Не сейчас, потом, через 20-30 лет это у него все вылезет наружу. Значит, какой рецепт мы по вот этим протестам. Надо. Я здесь два года назад выступал, говорил. У нас стоят пустые сооружения в городе Красноярске. Дайте молодежи собираться. Пускай они каждую неделю собираются, проводят там мероприятия, дискуссии. Мы этого не хотим. Мы их сами гоним на улицу. Вы понимаете? А потом скручиваем и увозим. Ну, то есть подход должен быть. Дальше. У нас тут коммунист выступал. Говорил, что это что? С 91-го года идет. Это с 17-го года. Вы посмотрите у нас улицы. В честь кого названы? В честь революционеров. Дети спрашивают у родителей. Мама, а это кто такой Ленин? Да это вот революционер. И они потом сами хотят такими же стать. Мы же их сами подталкиваем к этому. Надо об этом подумать. Дальше. По взяткам. Вы говорили про взятки. Но я дал рецепт. ЛДПР дали рецепт. Как бороться с коррупционерами. Многопартийная корпус отказывает. А потом каждый день задерживают министров, депутатов. Что хорошего? Люди смотрят. Ну и что там за депутаты такие? Что за министры такие? То есть мы сами подталкиваем по вытрезвителям. Ну, мы с вами совместно прорабатывали этот вопрос. Я был тоже как один и завтра. Не надо мешать. Не мешайте. Я сейчас скажу позицию. А потом вы можете сказать. Помолчите. Помолчите. Пожалуйста, прекратите пререкания в зале. Денис Геннадьевич, прошу заканчивать выступление. Я заканчиваю. По вытрезвителям. Значит, вытрезвители нужно переименовать. Приют для уставших назвать. Надо еще сказать о том, что это нужно сделать, создать это учреждение. Но им нужно назвать цифру, сколько людей погибает. Нету таких учреждений. Замерзают и погибают на улицах. И также нельзя отдавать такие учреждения на откуп этим частникам. Все, человек попадет и его там разденут как липку. Разденут как липку. То есть это государственные должны быть учреждения. Спасибо. Ну и закон по профилактике. Я заканчу. Два года здесь паримся. Вот только сейчас. Где враг сидит. Назовите врага. Два года не поддерживал этот закон. Так что вы тоже прислушивайтесь к позиции оппозиционной партии, такая как ЛДПР, которая всегда стояла на страже государства и края. Я заканчиваю. Удачи. Спасибо. Александр Георгиевич, как предложение презентации, сведения о деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Там идет снижение в 20-м по сравнению с 19-м и по количеству ДТП, и по количеству раненых, погибших. Я хотел связать свой вопрос с этими показателями. Хочу, чтобы ваши помощники зафиксировали, и мы на него как-то более предметно получили ответ. А сейчас хотелось вот о чем спросить. Мы задавали вопрос по контролю за работой автотранспортных предприятий, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок. Мы знаем, что ежедневно на дороге Красноярского края выходят тысячи автобусов, если вместе со школьными автобусами. И поэтому это наверняка влияет на и количество ДТП, и на количество различных происшествий. Поэтому как, собственно, этот контроль осуществляется, и какая поддержка со стороны края должна быть в этом вопросе? Спасибо за вопрос. Значит, ну, я бы первым образом. Первое. Безусловно, сегодня нужна очень серьезная, мощная профилактика. Профилактика, которая вложится в системный подход, разъяснительный подход должностным лицам, в первую очередь, гражданам, которые садятся за руль и маршрутных такси, и автобусов, и так далее. Второе. Это работа, так называемая, понуждение к исполнению действующего законодательства. Вот смотрите, более 6 тысяч мы вывели правонарушений именно в сфере пассажирских перевозок. 500 факторов и пыльно приостановлена деятельность нелегальных такси. Сегодня соответствующие проверки мы проводим не только силами ГИБДД, но и совместно с Министерством транспорта, Семьимовым, Автодорожного надзора и так далее. При этом значительное количество уделяем времени для соответствующего обучения персонала. 91 семинар был проведен в прошлом году. Поэтому, на мой взгляд, такая целенаправленная работа, в том числе по выявлению фактов нарушений законодательства, будет продолжаться и ГИБДД, и нашими взаимодействующими субъектами. Спасибо. Николай Анатольевич, пожалуйста. Постараюсь кратко, Александр Григорьевич. Благодаря вашей принципиальной позиции, точно, наверное, и по крайней мере, я уверен, что ситуация с рыбалкой и охотой перешла на более... ну, очень резко поменялась за законодательное... с точки зрения законодательства. Но вот сегодня, коллеги мои говорили о псевдо-юридических услугах. Я могу сказать с той же с точки зрения про... в крае, в городах. Поэтому хотел бы, чтобы, зная вашу принципиальную позицию в других вопросах, когда вы помогаете другим органам, тоже заняться... ...люди и по здоровью, и... ...идет там уход, конечно, от налогов, которые мы должны получать. Вот такая просьба. Хорошо. Спасибо. Кратко прокомментирую. Мы с апреля месяца начинаем очередной этап операции Путина. Он включает в себя... ...словно организация взаимодействия со всеми заинтересованными структурами. Второе. Мощнейшая разъяснительная работа населению по порядку действующего законодательства, по новым, так сказать, новелкам, которые я озвучил в своем докладе. Но и... ...самоуправлений. Хоть и в цифрах звучат увеличение количества преступлений и так далее, и так далее. Но на самом деле криминальная активность граждан, особенности северных территорий, существенным образом снижается. Поэтому если мы будем работать во взаимодействии и с местными органами самоуправления, и если мы будем работать с нашими коллегами правоохранительными органами, объясняя, рассказывая, и в том числе документируя противоправную деятельность, будет соответствующий результат. – Спасибо, Александр Георгиевич. Иван Александрович, пожалуйста. – Александр Георгиевич, извините. Не проходит и года, чтобы так или иначе жители Красноярского края не задавали вопрос о том, что это журналистское сообщество. Двадцать с лишним лет. Но по истечении двадцати лет так и не были названы виновные. Я хотел задать вопрос такого плана. Какие перспективы у этого дела? И есть ли перспективы вообще, чтобы эти виновные были когда-либо названы и обозначены для граждан? Спасибо. – Очень актуальный вопрос, Иван Александрович. Мы занимаемся. – Спасибо, Петр Петрович. Пожалуйста. – Арсен Георгиевич, огромное спасибо за доклад содержательный, за большую работу. Это очень важно, на мой взгляд, момент, который вы не отметили в докладе. Я помню хорошо принимал участие, где вы выезжали и личный прием ведете граждан. Проходит это или нет. Во-первых, это для граждан очень здорово. И подтягивает сотрудников милиции в какой-то степени. Поэтому, если вы проводите, то в средствах масс-информации, я рекомендую, как-то должно отражаться. Потому что это очень важный момент. Это первое. И второй вопрос у меня. – У нас очень много осужденных с других регионов, которые здесь проходят свой срок. Вот как ведется это какое-то, значит, остаются они после, значит, демпилизации, будем так говорить, здесь в Красноярском крае по окончанию срока. И есть ли повторное преступление вот именно этой категории людей? – Я в своем докладе говорил о ресоциализации. Так называемая программа, которая требует соответствующего совершенствования и очень серьезного вмешательства не только со стороны правоохранительных органов, но и всех ветвей власти. Мы говорим, что ежегодно на территории Красноярского края освобождается из мест лишения свободы свыше 7 тысяч граждан. При этом львиная доля их остается в городе Красноярске. Мы, к сожалению, понимаем, что в подавляющем большинстве люди не становятся правопослушными и законопослушными. И в подавляющем большинстве совершают преступления более тяжкого, особо тяжкого характера. В этом направлении, еще раз хочу подчеркнуть, мы видим проблему взаимодействия с нашими коллегами с Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний. Очень активно работаем с региональной прокуратурой и, естественно, с органами власти. По каждому гражданину, который освобождается из мест лишения свободы, если он осужден за тяжкие, особо тяжкие преступления, предусмотрена соответствующая форма административного надзора, где полиция обязана его контролировать, в том числе перемещение и так далее, и так далее. Мы изменили практику подхода к этому контролю путем взаимодействия с судебными инстанциями. В подавляющем большинстве полиция является инициаторами внесения соответствующих ходатайств о изменении условий контроля. То есть, образно говоря, если по действующему закону и ведомственному приказу можно один раз в неделю проверить, а можно проверять несколько раз, в том числе в ночное время. В том числе, мы ходатайствуем ограничение права передвижения данной категории граждан без соответствующей отметки в органах внутренних дел по территории субъекта, да и за пределы городского края. В этом направлении полиция выполняет основную часть работы. Но мы должны не забывать о том, что человек, который освобождается с места лишения свободы, он должен быть истребован в обществе. Он должен быть трудоустроен, ему должны быть какие-то определенные льготы предоставлены, как бы это ни звучало. Поэтому те предложения, которые мы сформулировали для повышения эффективности этой деятельности, я прошу депутатский корпус рассмотреть и очень активно выйти, в том числе на его финансовую часть. – Спасибо. Владислав Владимирович, пожалуйста, прошу кратко, коллеги, будем завершать. – Александр Георгиевич, короткий вопрос. Этот вопрос сегодня уже звучал частично. Управление ведет системную работу по пресечению нелегальной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции. Но есть другой большой блок – это пиво. Законом запрещена продажа пива в нестационарных объектах. То есть это в павильонах и в киосках, но повсеместно практически, находясь в территориях, в районах края и в городе Красноярске, торговля эта осуществляется. Складывается ощущение, что некоторые сотрудники даже не знают, что у нас пиво относится к алкогольной продукции, и продажа его в нестационарных объектах запрещена. Вот вопрос в этой связи – какие планы управления в части пресечения нелегальной торговли пивом? Пивом подчеркнул – внестационарных помещениях торговых. Да, вопросы очень актуальны, поскольку в отдельных случаях употребление пива ведет не к менее тяжким последствиям и не к менее факта административной ответственности либо преступления. Человек, либо выпивая спиртные напитки, либо пиво, он все равно находится в состоянии употребления. Безусловно, мы через призму действующего законодательства рассматриваем в том числе и эти проблемы. Надо признать и сказать откровенно, что мы были инициаторами так называемых решений администрации города, где в подавляющем большинстве недобросовестные предприниматели торговали спиртными напитками свободного розлива, так называемые пивные напитки, невосстановленное время и невосстановленные дни и часы. Более того, мы на сегодняшний день предложили городским властям систему принятия решения после привлечения к административной, неоднократного привлечения к административной ответственности и по обращению ходатайства в суд по принятию решения ликвидации вообще этой деятельности частными предпринимателями в конкретных киосках. Но надо идти в этом направлении решительно, последовательно и, полагаю, будет результат. – Спасибо. Евгений Александрович, пожалуйста, завершающий вопрос. – Спасибо, Дмитрий Ильич. – Уважаемый Александр Георгиевич, я присоединяюсь к словам благодарности от своих коллег. У меня очень быстро не вопрос, скорее всего, а предложение. С учетом того, что Вы говорили о важности профилактики и информирования молодежи о последствиях за участие в несанкционированных митингах и о том, что у Вас есть какие-то определенные видения по обучению специалистов в работе в патриотическом направлении, у нас есть молодежный парламент, и ребята реализуют на территории и города, и края, в том числе, мероприятия, связанные с правовой грамотностью. И в этом смысле, может быть, подумать, каким образом можно повзаимодействовать и включить Ваши образовательные какие-то модули, в том числе и к ребятам. И в завершении, как думаете, насколько вот субкультура, как сам термин, является смягчающим таким организациям, как Колумба или АУЕ, потому что мы же не говорим о технических группах, их мы не называем субкультура. Может быть, в этом смысле нам убрать это уже определение от этих понятий? Совсем откровенно скажу, понимаю вопрос, что значит убрать. На самом деле, такая проблема существует достаточно серьезно в молодежной среде. И без ликвидации причин и условий, а именно по блокированию таких сайтов, по установлению лиц, которые сознательно организовывают и призывают к этой деструктивной деятельности, по-моему, на мой взгляд, это как раз и заключается активная фаза профилактики, то есть пресечения. Все остальное мы, безусловно, рассматриваем через призму каждого повышения несовершеннолетним, и участия, и в том числе принадлежащие. Надо признать, что у нас и совершаются сутки в Назаровском районе, суицид совершил 9-летний человек. Благополучная семья. Первым предметом разбирательства мы смотрим его активное участие в социальных сетях. Хорошо? Не подтвердилось. Нету там ни синего кита, нету ни колумбайна, ни АОЕ и так далее. Причины какого-то межличностного характера. Но вместе с тем, еще раз подчеркиваю, в этом направлении мы достаточно активно занимаем позицию взаимодействия с надзорными органами и органами власти. Каждый такой факт становится предметом тщательного разбирательства. По крайней мере в полиции точно с информированием соответствующих правительственных структур и так далее. Поэтому отказаться от противодействия и тем более убрать эти наименования, когда достаточно серьезная актуальная проблема сегодня в стране, мы не имеем права.